Друзья, гости, подписчики моего канала. Вот, у меня сегодня такое приподнятое настроение, потому что у меня в руках коробочка, и я спешу с вами поделиться новостью. Это не простая коробка, это посылочка, которая пришла мне из Киевской области, от Злочевской Ларисы. Вот, это моя подписчица, которая мне написала, что хочет поделиться со мной материалами в знак благодарности, ну, за то, что я показываю свои уроки. Мне очень приятно, что она считает меня хорошим учителем, что кто-то от меня учится что-то новое, и мне очень-очень приятно, хотя и немножко неловко, но огромное спасибо вам, пани Лариса, мне очень приятно, особенно то, что вы являетесь моей такой первой подписчицей, которые... А первое, ну, как все знают, никогда не забывается. Спасибо большое, и я хочу поделиться, показать вам, что мне прислала пани Лариса. Ну, я думала, коробочка будет немножко поменьше, но вот такая коробочка, в ней, боже, столько всего, я уже ее открыла, точнее, не я открыла, а мой сыночек, который хотел очень посмотреть, что это за подарок такой, и он был очень рад, потому что, когда мы открыли посылку, то сразу же увидели такое сладенькое, такие чупа-чупсики, и он уже у меня один спер, вот такие красавчики, это очень-очень приятно, это, наверное, чтобы мне всегда было сладко, спасибо вам еще раз, мне очень-очень приятно. Ну что же, будем смотреть посылочку дальше. Вот, вот тут, смотрю, есть вот такие повязочки, такая голубненькая, такая желтенькая, это наши национальные цвета, пани Лариса, мне напоминает, что я украинка, мне очень приятно, и вот такая шапочка, кстати, с шапочками я еще не работала, и шапочек не заказывала, так это будет моя первая шапочка, с которой я вам покажу мастер-класс, какой-то цветочек на ней. Вот, далее смотрим, что там далее есть, вот такие кабошончики, такие камешки, у меня есть немножечко поменьше, вот, и еще пополнят мои материалы вот такие красивые камешки, с которыми я уже должна буду показать какие-то мастер-классы, вот такие камешки, вот, смотрите, вот такая ленточка, такая интересненькая, текстильная, я так поняла, у меня есть такая, немножечко иначе, это ленточка, вроде, что-то пишет, я думала, что пишет hand made, да, made by hand пишет, пишет, вот, такая ленточка, текстильная, ну, и такая заколочка, дальше, ну, вот, это меня рассвешило и поразило, Фаня Лариса уже долгое время говорит, чтобы, просит меня, чтобы я сняла мастер-класс, как делать ромашку, и ромашку, маг, там, и волошку, ну, как это по-русски будет, Василек, вот, но я всегда оттягивала, потому что ты планируешь одно, потом снимаешь другое, тебе просят одно, одни хотят одно, другое и так не получается, чтобы сразу, как бы, хочется все показать, но ты не осиливаешь, это просто снять, это же надо монтировать, а потом еще много работы над загрузкой и так далее, ну, уже я теперь обязана показать мастер-класс, Фаня Лариса мне прислала вот такую ленточку и написала ромашкой, вот такой смайлик, вот, смотрите, так что ждите мастер-класс, вот, прислала, но она мне вот такую целую бобину, такого 5-сантиметровой ленты оранжевого цвета, ну, я Вам очень благодарна, но это стоит больших денег, спасибо, конечно, но мне немножечко неловко перед Вами, вот, такой гребешок, кстати, думала показывать мастер-класс в ближайшие сроки с гребешком как раз, вот, у меня есть беленькие такие, но еще будет черный, вот такие обниматели для бусин, тоже можно использовать на банты для, как с бисюльками, вот, бусинками и бисюльками, столько всего интересного, вот, вот еще один пакетик, такой, вот в этом пакете, что, вот такая афинку, можно сделать, этот бантик можно убрать, и сделать что-то покруче, свое, на этой афинке, вот такие ободочки, очень хорошенькие, тоже беру их, и вот эти, обмотанные репсовой лентой, таких еще не видела, вот, вижу впервые, вот, такие ободочки, это резиночки такие, кстати, я очень люблю, даже, покупают, хорошо тянутся, вот эти резиночки красивые, они тоже такие, более жесткие, жесткие, вот, вижу мелкие, и вот еще большие, черно-белые, как раз ходовые цвета, перед школой, это пригодится, спасибо, вот, еще вот такая ленточка, снова напоминание, что я украинка, это сине-желтая наша ленточка, это репсовая лента, тоже пригодится, далее, вот такие, это, наверное, вот так все складано, знаете, наверное, брошь надо сделать, такой сине-желтый, намек опять, вот, это на брошьке, можно, да, вот такой зажимчик, заколка-автомат, вот такая, у меня есть побольше такие, ну, не успеваю, девчонки, все показать, мастер-класс, я очень хочу, вот, это, конечно, вот, смотрите, еще тут такой пакетик, тут очень много, разных уточек, вот такие, кстати, я еще не заказывала, они, наверное, очень понадежнее, потому что, такие пожестче, наверное, дороже стоят, чем мои, такие, я вам показывала, в покупках своих, вот, такие вот, как тут, эти тоже не такие, поняла, если, наверное, покупает не там, где я, такие разные, вижу разных размеров, далее, вот, такие вот, черненькие уточки, крокодильчики, тоже, на какие-то заколочки, можно мелкие сделать, красивый такой, цветочек, и это уже для старшеньких девочек, можно использовать, или для нас красивых, вот, и вот такие маленькие, крокодилишки, это для маленьких деточек, можно использовать, очень хорошо держит, кстати, далее, вот, вот такие красивые кабошон, ну, сначала, моя подписчица мне написала, что хочет ими, со мной поделиться, я еще таких не видела, кстати, но я даже не знаю, наверное, очень будет красиво смотреться на цветочках, они очень большие, сантиметра, наверное, три, вот такие красивые, хрустальные кабошончики, я думала, она поделится со мной ими, и все, но она прислала мне такую посылку, далее, вот, тут такие колечки, и вот такие полубусинки, беленькие, колечки, вот, кто-то у меня спрашивал, где беру, вот эти смайлики, я покупала на одном сайте смайлы, на колечках, и как раз, их пуль, все равно же пришлось бы отламывать, вот, я их отламывала, и колечко использовала, приклеивала свой цветок канзаши, а вот это использовала на другую композицию какую-то, ну, и, кстати, так и буду и делать дальше, а теперь уж готовые есть смайлики продаются такие, так, вот такие розочки, красивенькие, желтенькие, с фатинчиком, кстати, я никогда, почти никогда, не пользуюсь готовыми, такими цветами, из ткани, из фома, я предпочитаю, предпочитаю более, такой способ, свой изготовление, своими руками, действительно, и даже не знаю, как их применять, но, как-нибудь буду, как додаток, может, где-то там, додатков применять буду, или что, спасибо, очень красивые розочки, вот такие, красивенькие серединочки, они всегда хорошо расходятся, я заказывала их, вроде бы, на сайте, Золушка, там вот эти, такие, а вот эти, у меня таких розовеньких нету, есть, немножечко иначе, я показывала, что я купила себе, вот, еще буду иметь больше, далее, вот таких, целая упаковочка, вот таких серебряных, прислали мне, вот, такие красивые, стекляшки, и, что там еще, вот, вот такие цветочки, это цветочки, из фарфора, или я ошибаюсь, вот, как раз я и говорила, об этих полубусинах, вот таких у меня нету, я не знаю, в принципе, я не знаю, где их заказать, это сантиметр, вроде бы, и 2 миллиметра, но из них, можно делать красивые, такие, стразами, на, цепочке, можно, с помощью клея, сделать красивые серединки, но я, таких не имею, вот, теперь буду, иметь, хотя бы, немножечко, вот таких полубусинок, спасибо, еще раз, вот такие прикольные, ой, даже не знаю, кто-то, это уточки, или что это такое, такие пуговки, вот такие фарфоровые розочки, и, такие кабошончики, стекляшки, вот, вот такая у меня посылочка, пришла ко мне сегодня, она очень подняла мне настроение, большое спасибо, вам, пани Лариса, за то, что вы у меня есть, подведем итоги нашего конкурса, который проходил у меня в группах ВКонтакте и Одноклассниках, взяло в нем небольшое количество людей, так как группы новые, их почти никто не знает, но, тем не менее, третье место заняла работа в Одноклассниках, Оленг из Украины в Сердце, из Украины и в Сердце, это у нас место Кривой Рог, Кривой Рог, ее работа набрала 9 голосов, спасибо вам, Оленг, вы получаете от меня небольшой подарочек, а также третье место в Одноклассниках, разделила с вами Татьяна Требухова, из города Конотоп, Украина, тоже 9 голосов получила, вы получаете вот такие подарочки от меня, небольшие, третье место в ВКонтакте, заняла работа Инны Утолиной, из города Полтавы, Инночка, поздравляю вас с победой, ваша работа набрала 5 ваших лайков, спасибо вам за участие, и вы получаете от меня вот такой небольшой подарочек. Второе место в ВКонтакте, заняла работа Надежды Гудемы, из города Винница, Украина, эта работа заняла второе место, и набрала 6 ваших голосов. Спасибо вам, Надежда, вы получаете от меня вот такие небольшие подарочки, которые будут вам высланы по Укрпочте, после оповещения вашего адреса. Также второе место заняла работа в Одноклассниках, работа Наташи Боиштяну, из Нижнего Новгорода. Ее работа набрала 12 ваших голосов. Она получает, Наташа, вот такой небольшой подарочек от меня, но уже пересылка в России за ее счет, как говорилось в правилах нашего конкурса. Первое место, дорогие друзья, заняла работа Елены Пономаренко, из города Полтава. Она принимала участие в ВКонтакте, и ее работа набрала 11 ваших лайков. Еленочка также первое место заняла в Одноклассниках у меня в группе. Работа Светланы Никоновой, из города Макеевка, Украина. Ее работа набрала 21 ваш голос. Спасибо вам, Светланочка. Вы получаете от меня вот такой наборчик разной фурнитуры, набор лент, а также разных наклеечек. Принимайте участие в конкурсе как в ВКонтакте, так и в Одноклассниках. Но выкладать вашу работу вы должны только одну. Чтобы было все по-честному, выберите какую самую лучшую, которая достойна титулом нашей обложечки в группе. И загружайте фото в альбомчик, который я сделаю попозже. Спасибо всем за внимание. Кстати, работа Елены Пономаренко и Светланы Никоновой будут на обложке альбома ВКонтакте и в Одноклассниках. Лучшая работа июня. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. До встречи в следующих мастер-классах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok